Наш мир, в определенном смысле, тоже является сценой с бутафорией, с подсветкой. Все, что нужно. Для чего? Для того спектакля жизни, который разыгрывается каждому из нас. Какое требование предъявляется к сцене? Есть минимальное требование. Сцена должна быть, во-первых, стабильна, должна быть устойчива, она должна двигаться, ничего не должно происходить. То есть, другим словом, она никак не должна привлекать внимание на себя. Совершенно нейтральный фон, и не более того. Она должна быть автономна, независима от актеров и так далее. Совершенно очевидно, ясные, простые требования, которые есть у нас к сцене. К этому миру, если мы смотрим с точки зрения человека, который находится в центре, те же самые требования. Те же самые требования. Этот мир, то есть наша природа, она должна быть устойчива. И действительно, мы наблюдаем совершенно удивительную устойчивость нашего мира. Она должна быть автономна. И это уж точно мы видим, что она автономна, она сама по себе как бы существует и функционирует. И она должна быть постоянной. И действительно, мы видим, что и это осуществляется. Со всех сторон мы видим, что природа в своей основе, основе как сцена, она точно отвечает всем требованиям создания условий жизни человека. Для того, чтобы на этой сцене, на этом фоне развивалась и вот жизнь каждого из нас. И по этой причине, по этой причине, этой настроенности, мы этот фон совершенно не замечаем. Верно, что нам все время пытаются указать на него, как вот смотрите, а вот самый основной этот фон. Ну, изучайте этот фон. Но мы приходим в театр не для того, чтобы изучать, из-за чего сцена состоится. И посмотреть, насколько там бутафория или подсветка, она... Не для этого мы приходим, для того, чтобы насладиться происходящим действием. Так и у нас. У нас мы в этот мир, в этот мир, наверное, вот так и надо смотреть с точки зрения происходящего действия. Поэтому человек, он в своей повседневной жизни, он этот фон, он вообще не чувствует, он даже не обращает на внимание, он не должен его отвлекать. Пока он его не отвлечет. Например, если произойдет какой-то цунами, произойдет какое-то природное явление, тема землетрясения. Действительно, это отвлечет внимание. Но, в принципе, столько времени, сколько ничего такого грандиозного не происходит. Вообще, жизнь вокруг, то есть не жизнь, а природа вокруг, это не более, чем сцена, фон. Более того, сам организм человека также является не более, чем бутафорией. Мы знаем, что наш организм состоит из триллионов клеток. Кто-то чувствует клетки по отдельности или, может быть, все вместе взятые. Абсолютно их не чувствует. Более того, человек не чувствует даже, что есть у него органы. Если бы ему там на каком-то этапе где-то что-то не заболело, не знало, что вообще там внутри что-то существует. Даже вообще это не интересует. Все работает автоматом. Все настроено на совершенно автономную работу, которая не будет его отвлекать. Ни один человек в процессе своей жизни в течение дня, у нас заботы, они совершенно в другом. Столько времени, сколько он здоров. То есть и нет природных явлений, и он, что не отвлекает. Он вообще совершенно в другой плоскости измерения, совершенно в другом мире находится. Я тебе 10 раз говорил, что надо ноги вытереть, перед чем ты заходишь. В этот момент жена совершенно не чувствует, что она только поела. И у нее происходит самый сложный химический процесс, который несравним с 10, со всеми заводами мира химическим несравним, что у нее происходит. Она это чувствует, она ничего не чувствует. Ее в этот момент волнует, что муж не вытер. Не то, что он не вытер. Она же ему сказала 10 раз, и он снова зашел. Вот это ее волнует. Это совершенно другая плоскость. Там происходит жизнь. Жизнь не происходит в мире той самой материи, где есть все эти законные, все эти химические. Надо смотреться в этот мир, говорит Арам Нарвейн Абхая. Давайте вы смотритесь, вы увидите, на всех этапах он устроен с необыкновенной мудростью, устроен для человека, устроен необыкновенно мудро для того, чтобы мы, как сыновья его, получив этот подарок, жизнь и мир вокруг нас, что мы не прошли мимо этих подарков мудрости, которые Творец нам дал. А чтобы мы были бы такими достойными сыновьями, которые обращают внимание на все, что Папа затратил усилия, мудрости, желания дать нам это. Чтобы мы это не пропустили. А заодно мы поймем и величие нашего Отца. Поймем величие Творца. Давайте общий взгляд. Общий взгляд. Очень важно иметь вот такой... Если есть Творец в этом мире, и есть Творение. Есть Творец, есть человек. Творение. Он сотворил мир для кого? Для человека. Как мы сказали, что есть мир? Сцена. Действия. Сколько человек живет? Ну, по нашим убеждениям, 6 тысяч лет. Немного, но и немало. С учетом, что жизнь человека 70 лет, сколько поколений один за другим. Значит, нужно рассчитать жизнь на этой земле для всех поколений. Уже заранее известно, сколько будет поколений человечества в этом мире. Они не все одинаковые, они все развиваются. Человечество должно развиваться. Так, Творец повелевает нам. И явно, что есть какая-то цель, в которой все человечество движется. И в процессе этого движения к этой цели, и согласно этому, и должны быть даны разные средства. И вот, посмотрите, представьте себе первобытный человек, я знаю, там, первобытным в понимании ихнем, а в нашем это всего лишь потомки Адама, Каина, Шета, Эноша и так далее. Это потомки, которые разошлись в этом мире. Люди очень довольно-таки примитивные с точки зрения современного технологического человека. Все, что их Творец обучил, одно единственное, как зажигать огонь. Этот Творец им дал непосредственно указания, откуда огонь можно получить. А все остальное они должны были додумать сами. Это наказание того самого греха первого человека, который интересовался, может быть, я сам могу поучаствовать. Из-за этого был его грех. А, ты хотел сам поучаствовать, ну тогда я вообще участвую во всем этом. Мы тебе больше помогать не будем, все теперь делай сам. И вот пришлось ему самому. Столько времени, сколько было мало людей. То можно было просто питаться, знаю, там корешками, забрать с этого дерева, с того дерева. Может быть, вы какое-то что-то поесть там растительного или какого-то барашка съесть. Как только люди стали размножаться, потребность к более такому потреблению возникла больше. Семья разрослась. Значит, нужно как-то пахать не самым примитивным способом. И удивительное дело, кому-то прошло в голову о том, что обратив внимание на какие-то куски, непонятно даже как это назвать, чего, да, какие-то камни какие-то, какие-то другого цвета, он их бросил в огонь. И вдруг я вышла оттуда железо. Откуда вообще могли знать, что есть железо? Вдруг оказывается, что есть в мире железо. Не знали об этом. Казалось, что это железо. Оно настолько прочное, что можно, оно может рассекать камень. Может быть, использоваться в качестве орудия, в качестве оружия. Все, обнаружили это. Там был женский пол. Еще с самых ранних времен от самой Хавы идет путь женский. И надо себя хорошо, красиво представить. Значит, нужны украшения. Что оказалось? Вдруг нашлись какие-то драгоценные камни. Вдруг нашлись какие-то цветы. Вдруг нашлись какие-то, какие-то там золото нашлось, которое украшается. И так далее. То есть, это было в самом начале. По мере потребности каждый раз человечество открывало что-то новое. Какие-то новые залежи, какие-то новые нефть раньше. Она была известна давным-давно. Еще описывается, еще тысячелетия назад была известна. Но она же ее не использовали. Не знали, как ее использовать. Не знали, как ее обрабатывать. Не было технологии получения из него ни бензина, ни керосина, ничего подобного. Кто видел нефть, знает, она с трудом горит. И дурно-дурно пахнет. Поэтому его использовали только для горения. И только очень бедные люди. Потому что люди, которые побогаче, что пользовались чем? Оливковым маслом. Она горит прекрасно, хорошо, ровно, не дает никакого запаха. А вот нефть горит очень-очень плохо. Ну, по-видимому, все ждало, пока не придет то самое время. Когда все в мире начнет меняться. И количество людей начнет увеличиваться. И явно, что ресурсы, которые пользовались люди на протяжении тысячелетий, они недостаточны. И тогда вдруг оказывается, что в недрах земли находится практически все, что необходимо для человека. Все, и строительные материалы там находятся. И вся руда, и нефть, и газ, и все виды металлов. Все, что необходимо. Каждый раз, как только продвигается технология, вдруг выясняется, что определенные металлы, вдруг они становятся очень-очень существенными. До этого, а знали о них только как. Ну вот, они существуют, и пользование их практически не находилось. Вдруг выясняется, что там то же самое, я знаю, там медь. Медь раньше пользовались для красоты. Из меди, старые времена, старые времена, делали, делали, что раньше, раньше, еще описывается в Торе. Делали зеркало. Зеркало сделали из меди. Полировали. Делали медь. И медь была, особенно ее никто не интересовался ей. Потому что железо, оно было сильнее, было крепче. И вдруг оказалось, что вот где-то там, в потенциале этого мира, заложено колоссальное свойство, которое никто, никто не подозревал, под названием электричество. И вдруг человек научился ею пользоваться. И выяснилось, что медь, она прекрасный проводник электричества. Сразу поднялась цель на медь. Почему? Потому что она была пользоваться. Оказалось, что меди много. Оказалось, что ей достаточно, чтобы использовать ее для своих целей. И точно так же со всеми остальными видами, которые есть, и никельный, и кобальт, и все, что вы не перечислили. Да, даже редкий, редкий, редкий металл. Зубы сейчас, сейчас зубы, знаете, вставляют штилимп, как по-русски мы скажем. Имплантс, как его? Имплантс. А? По-русски? Имплантс. О, имплантс, прям так и на английском, видите, говорят. Хорошо. Перевели, хорошо. Значит, вставляют, то есть нам, как дибли, значит, вбивают туда, не вбивают, а просто берут дрель и делают нам дырку в челюсти. И туда вворачивают этот самый имплант, как вы говорите, кусок металла теперь. Люди пытались людям это, а оказывается, тело обладает свойством, что оно чужое, оно отталкивает, не приживается, не вживает. Пока вдруг не выяснили, пробовали, пробовали, есть, все есть, надо только перепробовать. Титан. Титан, оказывается, титановый вот эти имплантсы, они приживаются. Есть еще одно новое какое-то, еще какой-то металл редчайший, тоже, оказывается, с него тоже он приживает. Почему приживается? Нет никакого ответа. Ответ он простой. Вот титан, тело принимает, а остальные металлы не приживаются. И то, так сказать, на 95%, не всегда, на всех случаях, но наиболее подходящий. Сколько он лет ждал этого момента, когда проявится его это свойство и так далее. Мы еще не знаем, сколько свойств заложено у нас. История еще не закончилась, еще найдутся. Еще в процессе развития человечества много-много еще раскроется, что поможет нам в технологическом процессе. Продолжение следует...